Всем привет! Девчонки попросили у меня снять влог. Я решила начать влог с Львова. Я чуть-чуть поснимаю Львов, потому что приехали отдыхать и не хочется особо с камерой возиться. Но потом продолжу уже дома. Много всего на самом деле в жизни происходит. В ютубе не показываю. Все в основном в инстаграме и то, как все. Наверное, процентов 15-10 как-то больше акцент на просто жизнь. Но есть очень интересные вещи, которые бы хотела показать, поделиться, потому что они полезны. И если вы будете внедрять это в свою жизнь, мне кажется, жизнь станет лучше. Потому что все время, знаете, когда ты в каком-то обучении, я буквально была на ретрите пару дней назад, и я поймала такой инсайт, который просто осознанием пришел. Я очень много учусь, но эти знания я не отдаю. То есть я их накапливаю в себе. А так нельзя. То есть если ты получаешь, ты как бы отдаешь и снова получаешь. Потому что так можно и лопнуть от того, что ты не делишься. Поэтому как-то так оставайтесь со мной. Будет интересно. Мы, кстати, на Ниссане. Ниссан Джук желтого цвета. Видите, да, тут есть акценты желтенькие. Машинка, на удивление, очень классная. Один литр. Мы приехали из Киева во Львов. Ехали где-то 110-115 километров. И, в принципе, на таком легке та классная. Дорогу хорошо держит. И расход у нее классный. И очень быстро разгоняется. Ну, если вам интересно, то могу побольше об этом рассказать. Все, оставайтесь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 как озеро называется нет куда мы поедем вида вида сначала думали поехать на сеновир но я например на сеновире было несколько раз а вита я про него слышала и говорили что она не хуже цена мира просто цена вера скрученный поэтому очень хочется посмотреть на это озеро на виду ехать 20 километров это такая я в горах осенью не было вот я не знаю человек очень рада что в моей жизни такой человек появился потому что я сама по натуре такая вот такая тип а давай туда а давай туда но когда это односторонние то конечно же ну не прикольно когда оба такие давай а давай и помчали то это конечно очень круто поэтому очень рада я делаю практике благодарности уже несколько лет они очень помогают осознавать то что мы имеем потому что в основном у нас есть такая особенность но чуть-чуть холодлива у нас есть такая особенность как принимать все как должно а ведь на самом деле когда вы практикуете благодарность у вас случается осознанность она очень нужна в жизни все дальше будет ну вот так вот так и живем приехали мы на озеро вита я вам могу сказать что это штучное озеро, здесь комплекс, он, по-моему, так и называется, Вита. Очень все облагорожено, можно положить корольку, есть ресурсы, есть лавочки, и вот эти вот домики, видите, они все остывают отдельно друг от друга. То есть по факту вы вроде бы в комплексе, но вы вроде как и отдельно. Это здорово. И такой, знаете, сейчас ветер дует чуть-чуть, и шумит листва. Я думаю, летом здесь классно, хотя, в принципе, и восемь будет хорошо. Зимой, наверное, будет очень здорово. Здорово. Лебедей не хватает. Улетели. Может, хотя не едут. У меня есть оператор. Великолепный. У меня есть оператор. Великолепный. Который делает нас антенна. Сейчас покажу вам чуть-чуть территорию, если она вам надо. Но, в принципе, если что, будете знать, куда можно ездить. Идет дыхание. Я не знала, что это есть. Ладно. Ну, я думаю, тут цены не маленькие. Мы посмотрели меню. Меню как в фейских ресторанах, поэтому, в принципе, я думаю, жилье тут будет. Стоит недешево. Решили обойти вокруг озера. Вот. Вот так покажу вам. Вот видите, домик. Их так много. Так вроде бы незаметно. Но при этом вы в комплексе. Это все беседки. Все беседки. А там вообще тоже что-то для прогулок. Спасибо. Так, дверь с другой стороны. Ярослав говорит, что как в ботаническом саду, а хочется дикой природы. Ну, в принципе, кому что. Кому хочется, кому нет. Так как мы приехали из города, нам хочется дикой природы. Вот. Ну, это тоже красиво. И, в принципе, иметь, ну, как возможность, место, куда можно приехать и цивильненько отдохнуть. И это Савиньи, ну, вот такие, мам, это было. Ой, кашу, 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 кашу. Кашу, 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 к Типа про дом, про что-то там, про отношения, что-то полезное, или там покупки какие-то, что-то типа такого, да, про путешествия типа не очень. Говорит, что, так надо было снять, как мы ругаемся. Про отношения в путешествии. Я говорю, так мы и не ругались. А суть в чем была? Что-то там на картах смотрят, смотрят, что-то так, поехать этой дорогой по этой. Я говорю, подожди, а у меня спросить, на какой дороге ехать, я же тоже вовлечена, я же тоже есть в машине. Ой, говорит, в смысле, ну так, ну я просто так сказала, воспринял, что такие мои слова. Я тут ходил полчаса, я вот кашлявался, едем домой, почему ты не спросил, как ехать? Да нет, ты не сказал, подожди, ты не сказал. Ой, ну со мной посоветоваться можно, я же тоже как бы еду. Не так было. Я понимаю, я соглашусь с тобой, но мне же хочется чувствовать свою причастие к этой поездке. Да мы просто едем домой, и дальше приехать вовремя. Не правда было. Ты говоришь, можно поехать двумя... Подожди, ты сказал, можно поехать двумя дорогами. Мы уже ругаемся? Мы, кстати, так ругаемся. Ну да, мы не повышаем, как сам, мы просто... Не включаются. Мы просто повышаем громкость смеха. Да ладно, ну дай-то говорить. Давай. Так вот. Суть была просто в чем? Этот... Я тебя снимаю, если что. Да, блин, ну что снимаю? Да. Суть была в чем? Типа, этой дорогой ехать или этой? По краевыдох. Ну то есть, я говорю, что... Ты не знаешь ни одной дороги. Я ни одной не знаю. Я говорю, я все равно выберу... Ну, естественно. Чтобы я чувствовала свою значимость. Это же психология. И я просто попросила. В любом случае я... Поставь меня в известность. Я в любом случае выберу твой... Твой вариант. Так зачем? Зачем тебе промежуточные телодвижения? Ну, я же тебе говорю, для значимости. Ты просто знаешь. Ну хорошо, а представь, я что-то взяла и там, допустим, да? И приготовила на ужин какую-то там... Обычную. Да ладно, я иногда у тебя спрашиваю. Это приготовить или это? Но от того, что я же тоже работаю, то иногда я просто готовлю то, что быстрее. Ну, короче, суть в другом. В том, что мы выяснили, что лучше у меня спросить, чтобы я ощутила значимость. Это такое на заключение первое. Потому что лично я придаю на заключение. Хорошо, а давай так. А к какому заключению ты переходил? То есть пришел. К какому заключению? Умозаключение. То, когда становится слишком скучно, нужно разбавить это. Такую вот историю. Неправильный ответ. Правильный... Садись четыре. Правильный ответ. Значимость. Включить значимость. То, что ты выбираешь дорогу, это замечательно. Я тебе доверяю. Дай мне знать. Анечка, смотри, у нас есть одна дорога и вторая дорога. Я хочу поехать по этой дороге. Более того, даже не я выбирал. Выбирал навигатор. Пожалуйста, это его ответственность. С ним и пообщайся. Скажи, что этот навигатор с тобой в следующий раз передал. В общем, вы поняли, да? То есть мы как бы поругались, мы ни к чему не пришли. Потом мы просто поцеловались, успокоились. И каждый, вот видите, он все-таки не понял, что я хотела. Я просто хотела, чтобы он мне сказал, Анечка, по какой дороге мы поедем? По той, что я выбрал, не то, по той, что я выбрал. Да, а я бы сказала, дорогой мой, выбирай какую хочешь. Мне все равно. Мне все равно. Я тебе доверяю. А от того, что ты спешил мне так на душе. Я сейчас твой ответ знаю, что спрашиваю тогда. Потому что мне так хочется. А, хочется. Понял? Понял. Вот так мы ругаемся, если все. Ну, сейчас это было продолжение руганий, если все. Ну, типа... Мы стали невольными свидетелями. Мы просто, да, не договорили, а сейчас мы договорили. Вот. Такое вилогов надо, да? Ну, раз просили про отношения. А, ну, е-е-е-е-е-е-е. Что такое? Нас покажут по телевидению, да? Да. О, кстати, можем смотреть дома влоги. Да. Вот так вот. Вернулись мы домой. Я уже кучу дел переделала. Опять забыла, что я снимаю влог. И девочки мне в инстаграме напомнили, что типа влог. Я говорю, а, да, точно, влог. Сейчас мы с детьми едем. Ника снимает. И Дема... Дема, в принципе, и нас собрал в городе. Мы едем в дом кино. Там будет какое-то представление о Fortnite с Роблоксом, да? Нет, с Майнкрафтом. Я Майнкрафт не люблю. Ну, как бы, Fortnite за Fortnite, я понимаю. В общем, мы не знаем, что там будет, но, в общем, едем. Вот. Вчера я еще кучу дел переделала. У меня опять, как всегда, проблема с котлом. Каждый год одно и то же. И сейчас решается вопрос. Может, его просто надо поменять. Вот. Поэтому вчера я купила насос, дистиллированную воду. Ну, короче. Сто литров. Да. Поэтому оставайтесь. Еще будут домашние интересные. Наверное. Не, оно на самом деле интересно. И может быть, даже для кого-то познавательным. Кто, например, хочет дом. И девочки говорили, Ань, квартира, это легче. Я говорю, да нет, это будет хорошо. Я вас вспоминаю всегда. На самом деле, вы были правы. Он постоянно просит денег. Постоянно. Вот. Ну, оставайтесь. После представления мы приехали в заведение. Я забыла, как оно называется опять. Свет Ким. Да. Это корейская тема. И тут очень прикольно. Это Ника нас привезла, потому что она любительница Кореи. Музыки корейской. Бишь любителька азийской культуры в целом. А не самую корейскую. Пустого корейской культуры. Если что, мы готовимся к фотографиям. Из микро вы тут скажите. Я буду куйку, что ли. Давай куточка. А вот у нас есть этот грибочек. Не, я буду к другому. Не, ну классно. Денидно, оставь. Пожалуйста, такой прикольный. Ай-я-я-я. А ну что вы бросили? На ножку. Так, а ну поехали. Подожди, Ника. Из нового. Это покупка телевизора на 75, по-моему. Я сейчас уже не помню. Это я сделала себе такой подарок на день рождения. Это они скрипят. Тапки. Мне очень хотелось большой телек, чтобы здесь висел. И действительно, он здесь вот прям то, что надо. Поэтому классно. Рада. Дальше. Что еще? Фикус растет. Сделала из подставку из Варльберта. Сейчас думаю, что с ним делать. Может, вы мне посоветуете. Он тяжелый. Или вы пересаживать. Потому что тут все в корнях. То есть ставить, например, туда какое-то... Я видела в эпицентре, типа тремача, да, типа палки, которые бы держала, да, то нет. Тут надо что-то другое, что я не могу придумать. Может быть, какие-то надо видео посмотреть. Или, может быть, кто-то из вас занимается и может мне подсказать. Вот. Дальше. Что еще? Что еще? Да, в принципе, больше ничего, наверное, нет. Новые у меня цветочки появились. Например, этот тоже фикус, какая-то разновидность. Клепа, в дом залетела птичка. И клепа ее пыталась поймать. И, получается, прыгнула прямо на цветок и обломала целую ветку. Я эту ветку не стала выбрасывать. Погрузила в воду, пока она не дала корни. И потом пересадила. И вот теперь он у меня растет. Вот. Также пытаюсь спасти алоэ. Ярослав мне привез алоэ своей мамы. Говорит, что, ну, типа погибает. И действительно погибает. Я пересадила, но я еще не уверена, приживется или нет. Потому что он привез, оно было мягкое. Я пересадила, оно продолжает быть мягким. Вот. Я не трогаю. Стараюсь минимально поливать, чтобы не залить. Но при этом, чтобы комфортно им было. Вот. Я их рассадила, потому что это было, ну, как, типа, одно большое алоэ. И сделала еще одну вещь. Сейчас тоже покажу. Одна, ну, то есть там корешок вообще один отпал. Поэтому я тоже посадила в чашечку с водичкой, чтобы дала корешки. И я смогла, возможно, если я с ними разговариваю, может быть, все-таки, ну, они приживутся и отойдут. Потому что они очень мягкие. Может, вы тоже знаете, как помочь алоэ. Вот. Они раньше у меня стояли возле Будды. Вот. Но сейчас солнышко мало. Что осень. Я поставила сюда, чтобы, ну, чуть-чуть солнышко было. Пересадила женское счастье, по-моему, оно так называется. Тут вообще был такой маленький-маленький тоже отросточек от другого дерева. Вот от того. Вот там дерево у меня стоит, видите? Вот был отросточек от него. И вот растет кокутку. Это тоже женское счастье. Цветет время-тремени. Мужского я еще не покупала. То есть это цветок Леры и Петя. Им подарили, по-моему, на свадьбу. Они принесли мне. Я, как бы, его пересадила. Вот растет. Что еще? Ну, в принципе, из новинок больше ничего. А, нет. Это его показывала или нет, я не знаю. Там мама с Германии привезла. Тоже такой фиг. У себя его тоже пересадила. Нет. Я его не присаживала. Я его посадила в кашпо. Купила кашпо, но еще не присаживала. Я думаю, что, возможно, надо присадить. Многое место. Вот. Что еще? Больше, наверное, из цветочных историй ничего. Вот. То, о чем я вам говорила. Я пытаюсь, чтобы корешки появились. Но, вот видите, тут сейчас темно. Не видно. Сейчас покажу. Корешка вообще не было. То есть он просто обломился. И видите, не знаю, надо увеличить настолько, чтобы было видно. Вот видите, вот этот беленький. Так как нет дневного освещения, очень плохо видно. Вот. И видите, вот этот беленький. Это он дает корешочек. Я сюда добавляю водичку, время-древнеотстойную у меня есть. Потому что здесь под краном нежелательно. И здесь у меня еще один корешочек. Он... Сейчас покажу. Вот. Видите, тоже дает росточки. Когда уже будут нормальные, тогда уже можно будет пересаживать. Тоже обломился. Жалко. Поэтому решила я его не выкидывать, а попытаться варить эту вату. Я раньше с цветами вообще не умела обращаться. Это мне мама научила. Все. Все как хозяйка. На улице холодно, идет дождь. Поэтому вынесла сюда. Пока теплый пол не работает. Котел, не знаю, ремонтировать. Что с ним делать. Короче, то включила кондиционер на тепло. И сушу вещи. Понимаете? Где она спит? Ладно, она иногда все-таки тут спит. Но она любит эти стулья. Смотрите. Красота какая. Ужас ужасный. И теперь надо их обшить. Обшить хочу вот такой вот тканью. Только тоже коричневого цвета. Если вы знаете, где вы, может быть, обшивали. Или вы обшиваете. Или где-то слышали, можете порекомендовать. То буду благодарна. Потому что хочется не просто найти, да. А по рекомендации обратиться к кому-то. Мне надо обшить. У меня их вообще 8 этих стульев. Но 2 нормальных. То есть, эта кошка, она, может сказать, коготочками чуть-чуть подрала. И оно пошло дальше. Потому что, ну, это не натуральная кожа, да. Это вообще какая-то пленка. И вот люди посидят. В основном димит. Он любит жопой елозить. Он поелозит. И потом все на полу. Вот эта вот шелуха. Поэтому, блин, надоело уже каждый день робота включать или пылесосить. Или подметать, чтобы убрать это из-под стола. Поэтому хочу обтянуть вот такой вот тканью. Она антицарапка. То есть, вот, Клёпа пытается драть. У нее ничего не выходит, слава богу. Но я ругаю ее. Поэтому хочу обтянуть тоже в коричневый цвет. Только вот в ткань. Буду рада рекомендации вашей. Пока так. Вернулась домой. Ну, насправді, точного переріку ми не можем отдать. Тут, дійсно, все достатньо буде індивідуально. То есть, про то, что мы говорили, так. И в зависимости от века, который может спрацьовывать на магические механизмы. И по-разному может впливать в стрессовую ситуацию. И от того, как вы реагируете на эту стрессовую ситуацию. И насколько ваша психика действительно сильна. Насколько она готова. Действительно, вот в таком негативном плане. Вот тут, как вы на вас не понимаете, что она попливает. Методички. Такие вот. Где помимо, естественно, занятий два с половиной часа, есть еще конспекты, которые... А вы спрашиваете, почему влогов нет? Я не успеваю. Мы сейчас с Никой говорили о самовыражении. И пришла одна мысль, которая, в принципе, сейчас моментально хотела уйти. Вот. Ника ее поймала, потому что я могу что-то сказать и сразу же забыть. А мы говорили о том, насколько каждый подросток, который взрослеет, вот Ники 19, но есть там ребята, ну, начиная с 14-13 лет. У них внутри возникает такое чувство, что мир меня не понимает, я миру не нужен, все, что я транслирую, тоже не надо. Я никому не нужен, мне никто не нужен, а ведь нас так много, и мы все нужны друг другу. В общем, я эту фразу сказала и забыла ее сразу же. Ника говорит, мам, она такая глубокая, она такая красивая. И я такая думаю, так, надо это записать. Может быть, это действительно кому-то срезонирует, кому-то поможет. Потому что работая психологом с подростками и возраста такого, как, ну, Ника, девчонки у меня есть, и парень был, то у всех один и тот же запрос. Они просто сидят в ракушке, они не понимают друг друга, не понимают этот мир и думают, что они просто никому не нужны, их никто не понимает. А по факту, если вот их всех объединить, они настолько нужны друг другу, в них целая вселенная, которой они могут просто делиться. И я вот пытаюсь ей объяснить, сейчас мы тоже там обсуждали некоторые вещи, она говорит, мам, ну кому это надо? Я говорю, ну как кому? Таким же, как и ты. И даже если ты просто поделишься в тех же социальных сетях, потому что мир сейчас социален, да, то это срезонирует кому-то, и кто-то увидит что-то для себя. И самое интересное, откликнется, и ты, не зная этого, можешь просто поменять жизнь человеку. Поэтому вот так как-то на танцы ходит. Говорю, показывай хотя бы, она же не показывает ничего никому. Так, сейчас приверну. Так, прошу головами. Это не было. А я собираюсь на презентацию выставки парфюмерной. Искан. Новинки будем обсуждать. И там дресс-код. Total Black. Я решила все-таки одеть не юбку с блузкой, а именно платье. Вот, покажусь вам. Очень люблю это платье. Это Оля, дизайнера. Могу ссылочку на нее оставить. Вещи у нее очень-очень классные. Я обещала вам показаться. Так как Total Black, то, естественно, придерживаюсь дресс-коду. Полностью во всем черном. Платье мне очень нравится. Оно сейчас как раз под погоду. Плотное. Вот. И, в принципе, нарядное. Интересное такое. С таким вырезом. Все, я готова. На этом свой влог заканчиваю. Постараюсь не пропадать. Пишите комментарии. Пишите, что больше всего понравилось в этом влоге. Чтоб я понимала, что вам снимать. Всем хорошего дня. Ставьте пальчики вверх. Как там Дема говорит? Ставьте лайки, да? Ставьте пальчики вверх. Колокольчик. В общем, я уже забыла, как это делается. Но вы сами знаете. Все. Всем пока-пока. Завершающий момент. Вы можете спросить, а что наверх? Наверх пальто и сумка-клач. Пальто в гардеробное снимаю, поэтому можно одевать не черное. Вот как-то так. Время пальто как раз я люблю. У меня их несколько. Продолжение следует. Продолжение следует.